Сказки доброго волшебника Артур Арапов Сказка про Настеньку В древнерусском поселении Древнерусский человек Как-то раз к бабульке древней Напросился на ночлег. Возвращался он с охоты, По зиме охота злей, И хоть шкурой был обмотан, Весь продрог аж до костей. Небогатую добычу Нес охотник молодой, Все, что он поймал из дичи, Был фазан, и тот худой. Но бабульке отощавшей Той негожей порой И фазан был жизни слащий, Хоть вареный, хоть сырой. В дом впустив его, Конечно, Стала спрашивать она, Как зовут тебя, сердешный, А живешь с кем? А жена? И не скрытничал охотник, Ничего я не даю. Он не знал, Что бабка сводня, Хочет высвотать свою дочь, Что в девках засиделась. Дай-ка, Настенька, горшок, Бабка сладостно пропела, И солонку, и чеснок, Ужин будет нынче вкусным. Пусть закончилось пшено, И картошка, и капуста, Сухарей зато полго. Настя бурная, как речка, В одеянии мешком, Шустро вышла из-за печки С белым глиняным горшком. Гостью наспех поклонилась, Обнаружив яркий взор, И уверенно вступила В простодушный разговор. Здравствуй, человек хороший, Как тебя нам величать? Здравствуй, Настенька, Алеший, Нарекла родная мать. Имя странное какое, Иноземное, видать. Мне бы матушка дурное Не смогла бы подобрать. Говорила, означает это имя у богов, Тот, кто слабых защищает, От беды и отвратности На-ка, выпей-ка отвар, Чтобы хвори отвратить. А от жгучего пожара Тоже может защитить. Выпил парень кипяточку И с улыбкою сказал. Помню раз, в лихую ночку, Догнала меня гроза. В чистом поле Негде скрыться, Гром и молния кругом, С этим светом мог проститься. В мыслях был уже на том, Все шумело и любело, И искры дикого огня С неба сыпались, как стрелы, Прямо около меня, В землю бедную вонзали, Так что плавилась она. И порою мне казалось, Упадет с небес луна, Как всю ночь. Наутро вижу, Все вокруг обожжено, И природа еле дышит, Как худое полотно, Или заяц после леньки. Лишь на шаг вокруг меня Ни кусточка, ни травинки Не коснулся меч огня. Знать и вправду, Некто звездный Одарил тебя щитом, Настя молвила серьезно, Покраснев чуть-чуть, притом. А дрова трещали в топке, И дымок шумел в трубе, И от бабкиной похлебки Пар стелился по избе. Приглянулся парень Насте, И она ему вполне. Порешили даже наспех Свадьбу справить по весне. Но весной стряслось несчастье. Объявился снова Тать. Жениха невеста Настя Проводила выливать. Уж и лето на исходе, Нет от милого вестей. Да к тому же, На болоте поселился гадкий змей, Как говорили люди, Страшный, злобный и большой. Ох, житья теперь не будет. Распрощаемся с душой. Говорил блаженный Митрий, Что однажды он видал, Как тот змей с улыбкой хитрый, Нагло по полю гулял, И высматривал чего-то. Вот и жди теперь беду. Как покинет он болото, Все изжарит на версту. Раз увидела Настена, Над деревнею родной Разлетался силой темной, Змей тот страшный шепутной. Поспешила Настя к людям, Чтобы их предупредить, Мол, бесстыдник баламутит, Хочет что-то учудить. «Лютый змей!» Она вскричала, Выпускает горький дым. И на небо указал, Тонким пальчиком своим. Но народ ответил хмуро, «Да видали мы и так! А коль ты такая дура, Не считай, что всяк дурак!» Старичок один блаженный Попытался объяснить. «Каждый год дракон страшедный, Род желает свой продлить, И девицу помоложе Выбирает наугад. Но у нас искать не гоже, Что не девка, сущий ад!» Испугалась Настя очень За девчат своих подруг, И затем, чтобы помочь Отвести от них беду, На отчаяние решилась Злого змея обмануть, От деревни на три мили За собою утянуть. «Эй, крылатая страшила!» Настя крикнула ему. «Говорят, в тебе есть сила, Не подвластная уму!» «Говорят, что ты умеешь Превращаться в молодца!» «Но я словам не верю!» «Ты похож ты на птенца!» И она захохотала, Так задорно и легко, Что обидно змею стало, Хоть и был он высоко. «Вот ведь глупая козявка! Мне хамит!» Подумал он. «Раздыхнул и бросит тявкать!» «Я же все-таки дракон!» И зрыгнул он, Что есть очи, Пламя жертва огня, А она себе хохочет. «Не догонишь ты меня?» И бежит по полю резво, Будто дикая коза, От деревни ближе к лесу, И хамит все ягоза. «Что ж так слабо ты летаешь? Или болен ты, родной? Спорим, птенчики, Проиграешь в догонялочки со мной!» Ну, а он уже не слышит, И к тому же паразит Так огнем зловещим пышет, Что земля вокруг дрожит. Облака круша крылами, Небеса сечат в основе, Змей с огромными когтями И зубастым страшным ртом Так и кажется, два счета Схватит Настю и сожрет. И, пойдя на круг почета, Опасля весь край пожжет. Смотрят жители деревни На беду издалека, Там, где как морские крепкие Поле высится с тога, Сумасшедшая погоня Оборваться может в раз. Но залезла в стоп Настена, Скрывшись от драконьих глаз. Вот ведь шустрые девата, Закричали среди людей, Очумев, видать, от страха. И не придумаешь, глупей, В сено влезло. Ох, дуреха! Проворчал один старик И добавил с тяжким вздохом. Пеплом станет Сей же миг Где-то каркнула ворона, Где-то взвыл голодный волк. В череве жуткого дракона Уголек все пуще ржег. Вот ведь дряль! Жужжали роем Мысли в огненном дыму. Я смеяться над собою Не позволю никому. И, набрав нас днями воздух, Губы трубочкой сложив, Выпустил такими дозу Огонька от всей души Змей проклятый, Что стоп-седа, Тот, где Настенька была, Вспыхнула и сгорела Мгновенно, И осталась лишь зла. Хором ахнули сельчан, Увидав такой исход. Бабы в страхе закричали, Разбегаться стал народ. Лучше в речке утопиться, Чем закончить фед. Вот так! Кто-то в погребе укрылся, Кто-то спрятался во врат, В печку, В яму выгребную, В лягушачий водоем. Жалко девку молодую. Мысль во всех жила при том, И себя, конечно, тоже. Наплыла под вечер тень. Дождик, к счастью, подытожил. Страшный и тяжелый день. Люди вышли из утрытий. В дождь драконы не страшны, В дождь приходится остыть им, Этим демонам войны. Отдышались люди малостью, Успокоились слегка. И хотя была усталость, В их телах наверняка, В доме бортника раздольном, Где царил медовый мир, Было сделано застолье. В честь дождя устроен пир. Там народ приободрился, Медом смазал рот и грудь, И на радости решился Тут же Настю помянуть. Очень смелой девицей, Старый бортник говорил, Было ей дано родиться, И отец таким же был. Жалко девушку. Бедняжка прожила недолгий век, Подтверждал, вздыхая тяжко, Всякий добрый человек. Вот возьмем сейчас с размаху, Цифлем змею строгача. Захмелев, не видя страха, Восклицал иной смельчак. В эту самую минуту Вдруг раздался в двери стул. И неведомо откуда Чудо всем явилось вдруг. Распахнулись двери Настюш, И предстал перед толпой Силует сожженной Настей. Полный рост, Само собой, в полном здравии, В чистом виде, Вся целехонько, как есть, Будто давешних событий Не случалось вовсе здесь. Жены мужние, детишки, Мужики и старики. Вот ведь темные людишки Развежались, Как хорьки, с перепугу. Ведьма! Ведьма! Кто-то кликать стал собак, На нее накинем седьмы, Прошептал один рыбак. И пока глаза таращат, Настя силилась понять, Что же в вопле эти значат Сеть, как злая западня, Перед взором промелькнула. Махом с ног ее снеся, И все тело ей стянуло, Что и выдохнуть нельзя. «Сжечь ее!» Воскликнул кто-то. «Даже и не говори! Сжечь! Напрасная забота! Ведь она же не горит!» Отвечал кто поумнее. И решили мудрецы, Что с судилища над нею Учинить должны жрецы. Притащились к пастукану, Распугав бездомных псов, Разбудили у лопьяных, Стариков, Святых волхвов. И волхвы, Посовещавшись, С деревянной головой, Той, которой поклонялись, Приговор снесли такой. В ночь святого Новолуния Повелело божество Привязать к бревну колдунью И пустить в поток его. Пусть плывет она с ним вместе По велению богов В черный омут К самой бездне. Был таков вердикт волхвов. Так и сделали. Настюна, привязав спиной к бревну, В реку сбросили. Со стоном Настя врезалась в волну И помчала вдаль девчонку По течению река От родной ее сторон, От родного очага. Ночь казалась бесконечной, Волки выли на беду, Только путь на небе млечный Не давал тонуть в бреду. Наконец рассвет забрежу, Солнце стало припекать. В сердце Настеньки Надежды луч Затеплился опять. От воды Размятли путы. Настя, Выскользнув из них, Вышла на берег, Как будто Воротилась В мир живых. Незнакомая предстала Ее взору сторона, Огляделась И упала На траву Без сил Она. Сладкий запах земляники Одурманил Настю сном, И столетний дух великий Стал тенистым ей шатром. Птицы Гомон приглушили, И какой-то добрый дух, Повинуясь Светлой силе, Отгонял от Насти Мох. Где-то ежики шуршали, Где-то вепри драли пни, Но нисколько не мешали Сну глубокому Они. Настя снился друг Желанный, Долгожданный Алексей. Вот он, Под зарей туманной, Отдыхает На рассе. Сон у Настеньки был вещем. В самом деле В этот час Разомкнулись Вражьи клещи, Вражий хан отдал Приказ Отступать. И тьмой поганой Побежала саравича И на верцев В чуде страны От славянского меча. Вратясь домой С победы, Обнаружил богатырь, Что нигде Любимой нет. И деревня, Как пустырь, Он к бабульке. Та хворала, Так, что Молвить не могла, Только тягостно Стонала, Слезы горькие Лила. Люди Прятались, Молчали, Будто в рот Набрав воды, Словно разом Одичали От неведомой беды. Лишь Мальчонка Беспризорный, Глядя Искренне В глаза С откровением Непритворным О драконе Рассказал. Рассказал о том, Что Настю В час, Когда он Пас овец, Извергая Жар из пасти, Сжег Безжалостный Шелемец. Я тогда В штаны Наделал, Мальчик Всклипнув Продолжал, А тот Хирот Ошалелый Всех овец За раз Сожрал. Скорбно Выслушал Алеша Речь Мальца. И будто Пьян Стал он Тут же Хлад Под кожей, Ком В груди, В глазах Туман. Настя Вырвался Наружу, Как из бочки Хриплый Стон, Будто Вырвал С корнем Душу Из себя Навеки Он. И немыслимое Чувство В сердце Парня Разлилось, Полон Горя И безумства, Впал он В бешеную Злость, Стал Крушить Мечом Деревья, Проклиная Все кругом, Так что Люди Все деревни Отберегут Люди И вон Том. А потом Придя К болоту Он Дракона Отыскал. Содрогнулся Мир Природы До Последнего Листка. Прогорланил Черный Ворон С ветки Высокий Слетел Богатырь Горящим Взором. На Дракона Поглядел. Вот и Все, Сказал Алеша, Показав Дракону Меч. И Летать Не Будешь Больше И Людей Не Станешь Жить. Замерз Змея От Удивления. Но Потом Протер Глаза И С улыбкой Умиления Ленным Голосом Сказал Шел Не Врешь. Голосом Голосом Спросил Вот И Мне Печально Тоже Зря Ты Настеньку Сгубил. Снова Меч сверкнул Поднявшись Над Драконьей Головой Из Последних сил Собравшись Прошептал Дракон Постой Полетели Вместе В поле Поглядишь На этот Глаз И Не Бей Меня От Боли Уж Косит Мой Левый Глаз Ладно Выдохнул Алеша Полетели Поглядим Только Помни Если Врешь Сердце Вырву Из Груди И Так Пристально Взглянул Он Прямо Вглубь Драконьих Бельм Что Того К Земле Пригнуло Будто В Зимнюю Метель Сел Алеша На Дракона Воспарил Под ним Дракон Над Болотищем Зловонным Высоко Превысоко И Коварная Идея Сбросить Вниз Богатыря Зародилась У Злодея В Черепушке Тихоря Высь Взметнул Хитрец Стрелою Крутанулся И Стрем Глав Полетел Вниз Ровным Стал Полет И Треклятый Змей Болотный Будто Гладил Небосвод Вот И Поле Долетели Разгребя Золу Ногой Смотрит Парень В самом Деле Лаз Ведущий Глубоко Заглянул Он Внутрь И Нате На Свежохонькой Земле След От Настиного Лаптя Засиял В Холодной Мгле Прыгла В Груди В ожидании Разгадки Шел Алеша По Следам Милой Насте Без Оглядки Сам Не Ведая Куда Вот И Выход Наконец-то Свет Увидел Алексей И Как Будто Сон Из Детства Лес Представ Во Всей Красе Этот Лес Почти С Рождения Алексею Был Родным И Родное Поселение Тут же Пряталось За ним Что-то Здесь Неладно Все же Размышлял Алеша Вслух И Роились У Алеши Мысли Словно Стая Мух Если Настя Вратилась А Никто Не Говорит Значит Что-нибудь Случилось Что Им Душу Теребит Вдруг Пред Ним Блаженный Митрий Появился И Сказал Стой Алеша Слезы Вытри Верь Душе А Не Глаза Есть Надежда Что Прибила Настю К Берегу Береги Ты Ступай Скорее К Милой И Надежду Береги Знаю Врать Ты Не Умеешь Митрий Ну К Расскажи Что За За Дикие Злодеи Скрыли Свет Моей Души Чем Их Настя Огорчила Порешил Честной Народ Что Имеет Злую Силу Та Кого Дракон Не Жжет У Волхвов Все По Закону В ту Злопамятную Ночь В реку Сбросили Настену Мол Плыви Отсюда Прочь Осветился Взор Алеши Так Она Не Умерла И Печать Тяжелой Ноши Вмиг Сошла С Его Чела Сразу Легче Стало Парню Вытер Лоб Он И Глаза Поклонился Благодарно И земле И небесам Прав Ты Митрий Что Томится Предвкушением Беды Полечу Кавдали Птицы А Гляжу Все С высоты Оборвался Сон Смиренный У дракона Поутру Просыпайся Конь Мой Верный Услыхал Он Голос Вдруг Пронеси Меня Стрелою Вон Над Тем Большим Ручьем Отпущу Тебя На волю Коли Настеньку Найдем Заворочился С просонья Змей Крылатый И Кивнул Дал Понять Что Он Все Понял И Признав Свою Вину Отказать Никак Не Может Подневольном Счастье Нет Отвязав Его Алеша В лес Дракону Дракону Во все Глаза Милый 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 Сердцем Нет Нигде На земь Он Без сил Свалился Тут же Сон Его Сморил И Во сне Ему Явился Вещий Старец Гавриил 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 И исчез лишь тихим эхом, от звука голоса его разливался сверху где-то над уснувшей головой. Ночь текла в благоуханье, в угугуканье совы, в долгом волчьем забыванье, в милом шепоте травы. Настя шла навстречу солнцу, шла, куда глядят глаза. Кто мог знать, что ей придется так скитаться по лесам, быть судьбой лихой ведомой? Как же глупо, боже мой, видим путь к родному дому, но нельзя прийти домой. Даля румянилась рассветом, третий день она одна, только тем лишь и согрета, что Валюшу влюблена. Где он, милый, вот ведь снится, третий сон уже подряд. Ах, как жаль, что я не птица, не с небес глядит мой взгляд. Замахала бы крылами, поднялась бы над листвой, над домами и холмами, и нашла бы вмиг его. Где же ты, родной Алеша, мой защитник дорогой? Если б знал ты, мой хороший, как не сладко мы одной. Вдруг увидела Настена на траве богатыря. Настя, 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 отрешенно богатырь тот повторял. Застучало сердце Насте, так что страшно стало ей. Неужели такое счастье? Неужели Алексей? Подошла она поближе. Нет, не бред, конечно, он. Крепко спит, тревожно дышит, будто видит страшный сон. Настя, Настя, губы шепчут. Где ты, где ты? Я с тобой. Обняла его предплечье Настя нежной рукой. И глаза открыл Алеша. Настя или сладкий бред? Не расстанемся мы больше никогда. Ему в ответ прошептали губы милые. Свет над миром воссиял. И Алеша с нежной силой ненаглядною обнял. А что дальше? Всем понятно и без лишних хитрых слов. Сердцу сладко и отрадно отыскать в миру любовь. Чтобы сказку подытожить, упомянем лишь о том, что Настена и Алеша возвратились в отчий дом. Люди страшно испугались, как увидели, что к ним из далекой синий дали, так что аж в ушах звенит, мчится змей шаленой крылатый. Тут же кинулись бежать. Ведь пожжет людей и хаты этот зверски страшный тать. На полянку перед справным домом бортника дракон приземлился аккуратно. И, отвесивший поклон всем, кто скрылся и не скрылся, лег на землю и сложил крылья смирно. Удивился весь народ до дна души. Смотрят люди, что такое. По драконьему хвосту, как с крыльца спустились двое, Удивление на версту разнеслось веселым гудом. Змей крылатый воспарил снова в небо. И, о чудо, стал приветлив он и мил. Отпустил его Алеша. Слово надо было сдержать. Только не шали здесь больше. И дракон был рад сбежать на свободу в чудьи страны. Радость всюду разлилась. Пели мед и пели славно. Миловались тоже в сласть. 15 мая 2016, 3 марта 2017 год. Год записи 2018. Спасибо за внимание. С вами был Артур Арапов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова